Еще раз всех вас приветствую. Как вы знаете, мы вместе с вами исследуем весть Ильи для нашего 21 века. А вот скажите, вот как по-вашему, вообще в чем суть года до вести? Подготовить народ, правильно? Подготовить народ, вот в нашем случае, ко второму пришествию Иисуса Христа. Я предлагаю открыть Третью книгу царств, 18 главу, и прочитать, что этот стих наглядно иллюстрирует, в чем состоит весть Ильи. И подошел Илья ко всему народу и сказал, вот обратите внимание, долго ли вам хромать на оба колена? «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. Если Ваал, то Ему последуйте». Вот в чем весть Ильи, вот согласно вот этому тексту? Выбор. Нужно принять. А вот что означает выражение, долго ли вам хромать на оба колена? Вы знаете, что это означает? Что они не хотели оставлять поклонение истинному Богу с одной стороны, но с другой стороны они сочетали вот это поклонение с культом Ваала. И там мы поклоняемся идолам истуканам, там мы приносим жертвы идольским богам, и заодно мы служим нашему Богу. А вот скажите, вот интересно, что языческая религия, оказывается, обладает веротерпимостью. Языческая религия говорит, да, хочешь поклоняйся своему Богу, поклоняйся, поклоняйся и нашим Богам, поклоняйся и своему Богу. А вот истинный Бог что говорит? Что такого не может быть. Ты должен определиться, либо ты со мной, либо ты там. Вот в этом сосредоточена и главная суть вести Ильи. Потому что каждый из нас, возможно, сегодня тоже хромает. С одной стороны он не хочет оставить поклонение Богу, а с другой стороны он не хочет избавиться от тех пороков, от тех грехов, которые его так сильно привлекают. И вот совмещать все это невозможно, потому что культ Ваала это тьма, а поклонение Богу это свет. А вы помните, что пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, шестая глава? Что общего? Тьмы со светом. Храма Божия с капищами или с идолами. Какое соучастие? То есть не может такого быть. Как может человек поклоняться культу Ваала и в то же самое время поклоняться Богу? И вот скажите, когда Илья задал вот этот вопрос, долго ли вам хромать на оба колена, что ответил народ? Давайте посмотрим, что ответил Господь в 21 стихе. И не отвечал народ ему ни слова. Ничего. Илья говорит, ну определитесь на конец, или сюда, или туда. Какая реакция народа? Не отвечал народ ничего. А вы помните, аналогичная ситуация была давно, до этого события, с Иисусом Намины. Когда он тоже собрал народ, и что говорит людям? Я и дом мой будем служить Господу. А вы изберите, кому вы будете поклоняться, Богу или идолам? Отвечает там народ или нет? Отвечает. Народ говорит, мы будем поклоняться Богу. Мы не будем поклоняться идолам. Видите, какая разница? Вот в этой ситуации и в той ситуации. И каждый из нас сегодня должен ответить вот на этот вопрос. Потому что Господь каждому из нас сегодня задает этот вопрос. Ты уже определись. Ну не может быть такого совместного поклонения. Но я этого просто не потерплю. Или со мной ты, или оставайся наедине с твоими вожжениями, с твоими грехами. И каждый из нас должен ответить. Нет. Либо я поклонюсь Богу, либо я остаюсь с грехом. Теперь давайте мы немного рассмотрим, что собой представлял вот этот культ. И почему все-таки израильтяне так радостно, так охотно восприняли вот этот культ. С чего вообще начинается все это повествование, связанное с Ильей? Во-первых, он внезапно появляется на страницах священного писания. И что говорит? Вот первые его слова. Это 17 глава, 3 книга царств, 1 стих. «И сказал Ильяфис Витянин и жители голландских Ахаву. Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. Вси годы не будет ни росы, ни дождя. Разве только по слову моему?» Вы задумывались, зачем Илья ставит вот такое условие? Не будет дождя, ни росы. Оказывается, это все связано с культом Вала. И прежде чем я сейчас поясню, как это связано, вы помните, кого приглашает Илья на гору Кармил? Пророков Валовых и Дубравных. Дубравных – это пророки Астарты. Вот в оригинале, если даже почитаете, там, по-моему, Астарта написано. А кем была Астарта? Астарта приходилась супругой Вала. И согласно языческому пониманию, что такое дождь? Дождь, оказывается, это семя Вала. Когда он вступал в интимную связь со своей супругой Астартой, выпадал на землю дождь. И к чему это все привело? Это привело к созданию храмовых блудниц, к аморальности, к коргиям различного вида, чтобы посредством всего этого возбудить Вала. Чтобы он вступил в связь со своей супругой и пошел бы дождь. Как вам кажется, легко пойти за такой религией? Религия чувственных наслаждений. Многие, естественно, это всех привлекало. Поэтому очень многие, а Бог как раз что говорил по этому поводу? Не блуди. Не блуди. А эта религия, что говорила, вы знаете, это не блудницы были. Они назывались священными жрицами. И если девушка думала иметь хорошую семью, она должна была потерять свою девственность с каким-то незнакомым прохожим именно вот в этом храме блуда. Вы представляете, что это было такое? И как Господь мог бы согласиться, чтобы народ, с одной стороны, поклонялся Валу, занимался там, чем попало, и в то же самое время приходил бы храм Божий и приносил бы жертвы на жертвенники. Но может ли быть вот нечто вот такое? Вы знаете, да, сегодня, возможно, мы этим так не занимаемся, естественно, но вот я помню, вот Александр Болотников сказал, что сегодня это все может заменить порнография. Разные фильмы такого жанра. К чему они все приводят? Они, опять же, приводят к этому. Если человек это смотрит, значит, у него в сердце заложено вот это. Он хочет этого. И Господь говорит, что надо, наконец, определиться. Ну, не может такое быть. Я свет, а это тьма. Но вы знаете, что за все хорошее, в кавычках хорошее, вы понимаете, да, нужно также платить, потому что культ Ваала — это не просто сексуальная оргия, а в одни бедствия, в одни великих праздников они должны были приносить жертвы. Жертвы детей. И знаете, сегодня найдены останки, раскопки, пролили вот на этот свет, что в основном приносили жертву от двух до шести месяцев. Дети. Вы представляете, что это было? У них был идол в виде быка, внутри огонь, а его ладони были расположены так, что когда ребенка клали на эти ладони, ребенок сползал и падал внутрь огня. И вы знаете, во время бедствий приносили не просто одного ребенка, приносили сотнями, сотнями детей, приносили в жертву Ваала. И очень многие матеря, очень многие матеря, естественно, они не были готовы своих детей отдавать, но они не могли этого не делать. И что они делали? Богатые семьи покупали у бедных семей их детей и приносили их в жертву. Теперь скажите, язычники скорее своих детей бы отдавали или детей израильтян? Конечно же, детей израильтян. И как Бог мог со всем этим смириться? Мы сегодня поражаемся, как Бог сказал, уничтожь вот эти народы. А вы посмотрите, что они вообще делали? Двухмесячного ребенка класть на раскаленную, печь и заживо сжечь. И, естественно, мы понимаем, что Господь говорит, так долго не может продолжаться. Вы должны определиться. Хватит хромать на оба колена. И вот смотрите, когда мы рассмотрим вот эту историю, Бог показал, кто есть Бог на самом деле. Вот если Ваал есть Бог, последуйте за Ним. Ну посмотрите, что Он может сделать в реальности? Вот Ваал. Давайте вот устройте, вы, я не знаю, приносите, что вы там приносите, молитесь. Что хотите, делайте. Посмотрим, как Бог ответит на вашу молитву. Мы не будем это читать. Я уверен, что вы наизусть знаете, да? На горе Кармил, когда произошло все это. И смотрите, что здесь интересного. Вы помните, что, ну давайте, 26 стих мы прочитаем, 18 главы. И взяли они тельца, который дал им, и приготовили, приготовили и призывали имя Ваала от утра до полудня. Что говорили? Ваали услышь наш, но не было ни голоса, ни ответа. И вот искакали они у жертвенника, который сделали. Вот интересно, что вот это выражение искакали, это то же самое слово, которое использовал Илья, когда сказал, хватит вам хромать. То есть идея такая, что они хромали. И здесь своего рода ирония. Знаете в чем? Вот хватит вам хромать. Но если вы будете на стороне Ваала хромать на его стороне, ну посмотрите, к чему это вас приведет. Ответит ваш Бог вам. Не ответит. Скорее всего, вот в этот период они как раз устраивали вот эти языческие оргии. Что происходит после этого? В полдень Илья стал смеяться над ними. Это все понятно, да? И говорите. И дальше, что они делали далее? Прошел полдень, а они все еще бесновали. А, вот до этого. И стали они кричать громким голосом. Смотри, с утра до полдня они бесновались. А дальше что? Делали с полдня до вечера. И кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Первый метод не заработал сексуальной оргии. Следующий метод какой? Необходимо нашему Богу предоставить жертву крови. И они стали себя резать, колоть. Возможно, кровь возбудит вала. И вы знаете, дают ли им шанс Илья на вечернюю жертву? До вечернюю жертву. До вечернюю жертву. До вечернюю жертву уже совершает кто? Илья. А вы задумывали, зачем вообще? Вы помните, что мы сказали? Что в одни бедствия и в одни праздников там творилось нечто ужасное. Смотрите, здесь мы видим постепенную деградацию. Сначала оргии, потом они стали резать себя, не помогает. Следующее, на что они могли бы пойти во время вечерней жертвы, они могли бы приносить детей в жертву. Вот этого Илья не допустил. Ну, так и было. В принципе, обычно вечером приносили вот эти человеческие жертвы. Утром их подготавливали, успокаивали матеря, прощались с детьми, а вот вечером приносили детей в жертву. То есть они что могли бы сказать? Три года бедствия. Нет дождя, засуха. Это бедствие. А именно в такие ситуации, в такие моменты именно приносили человеческие жертвы. Поэтому Илья что говорит? Смотрите, сначала так, потом они уже себя режут, следующий шаг, это уже бедные дети. И вот тут Илья берет инициативу уже в свои руки. И вы смотрите, что делает Илья с ними? Вот с этими пророками. Щадит им жизнь. Нет. Говорит, схватите из всех, чтобы случайно никто бы не убежал, и убейте их. Потому что они, если бы остались бы в живых, они могли бы настаивать, что мы не испробовали. Самый главный метод это жертву детей. И поэтому из всех убивают. Но как Бог работает с Ахавом? Вы обращали внимание? Ахав же тоже был как бы на стороне культа Ваала, потому что его жена была яростной, наверное, сподвижницей этого культа. И вот смотрите, в девятнадцатой главе какую картину мы видим? Что Иезавель клянется убить Илью. А скажите, это без ведома Ахава? Или с ведома Ахава? С ведома, конечно, Ахава. Казалось, в восемнадцатой главе Ахав все, что ему Илья говорит? Садись на колесницу, езжай, ешь, пей, потому что сегодня все увидели, а там, кстати, народ уже сказал, что Бог есть Бог. То есть народ уже определился. Кажется, и Ахав определился. Но вы понимаете, вот суть вести Ильи в чем? Пока мы окончательно не решим в своем сердце, кому мы поклоняемся, если мы все-таки колеблемся, у нас всегда опять будет искушение встать на старый грешный путь. Вроде обратился, а вот подул не тот ветер, и он опять поменял все свои мысли, все свои планы. Отвергли Бог Ахава? Пока нет. Что же происходит дальше? В двадцатой главе мы читаем, что произошла война между Сирией и Израилем. Приходит царь сирийский и говорит, все, что у тебя есть, твои жены, твои деньги, твои дома, все, что есть, я заберу у себя. И вы знаете, интересно, что Ахав соглашается. А народ ему говорит, подожди, ну как это, не надо соглашаться, как это, мы свои жены дадим, что ли, царю, не надо соглашаться. И вот приходит к нему пророк. Тринадцатый стих, двадцатой главы. И вот один пророк подошел к Ахаву. Обратите внимание, что это не Илья. То есть, Бог говорил с Ахавом не только через одного пророка, Илья. Он посылал к нему разных людей. Приходит один пророк, и что говорит? Не бойся. Вот это большое войско сирян. Господь будет с тобой. Смотрите, отверг ли Бог Ахава? Не отверг. Не отверг. Говорит, ты поразишь, потому что я буду с тобой. Но когда он поражает, что говорит ему пророк? Это не окончательная война. Через год этот царь опять нападет на тебя. И так же случается. В итоге, что происходит? Израильский царь Ахав призывает вот этого Винадада и говорит, он мой брат. Вы прочитайте эту историю. А потом приходит совершенно другой пророк. Это уже третий пророк. И говорит, что это ты делаешь? Как это он твой брат? Он только что пришел и говорил, я хочу твоих жен, я хочу твоих детей, я хочу твоих рабов, твои дома, твое золото. А ты сейчас говоришь, о мой брат, и вы почитаете, он сажает этого врага вместе с ним на колесницу и вместе с ним разъезжает по своей империи. Нормально? А когда пророк его обличает, в 43-м стихе мы читаем, и отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный, нераскаянный, но встревоженный и огорченный, что ему сказали такую весть. А что же происходит после этого? А после этого он видит, что у Навуфия есть хороший виноградник. Зачем не воспользоваться вот этим виноградником? Вы помните также эту историю, да? Господь опять терпит, Господь опять ждет, пока Ахав примет решение. И наконец в 22-ю главе вы помните вот эту историю, очень известную, когда опять война между Сирией и Израилем, но к Израилю присоединяется также иудейский царь Иосафат и говорит, давай спросим пророка, идти нам не идти. Вы помните, что говорит Ахав? Есть один пророк, не люблю. А почему не люблю? Да потому, что Он говорит то, что мне не нравится. Вот это и есть хромать на оба колена дорогие. Потому, что мы не хотим слушать весть, которая могла бы нас обличить во грехе. А если кто-то такое говорит, что мы говорим? Ну, вот этого человека я не люблю. И вы знаете, вот в этой 22 главе только Господь оставляет Ахава, его убивают. Он так и не принял правильную позицию. Но сегодня каждый из нас может принять совершенно другую позицию. Я хочу возвратиться еще к книге Иисуса Новина, 24 глава. Давайте опять прочитаем его известное высказывание. 24 глава, посмотрите, что он говорит. Когда он говорит, я и дом мой будем служить Господу, 16 стих, смотрите, что отвечает народ. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Правильно звучит? Сделал ли народ правильный выбор? Сделал. А вы знаете, что дальше им отвечает Иисус? А смотрите, что отвечает им Иисус, 19 стих. Иисус сказал народу, невозможите служить Господу, ибо Он Бог Святый. Бог ревнитель не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Вы знаете, недостаточно сказать, что я буду служить Богу. в то время, в то время, когда в моем сердце не все в порядке, в то время, когда в моем сердце живут многочисленные грехи, а при этом я говорю, я буду служить Богу. И что говорит им? Говорит, с такими сердцами, пока вы полностью не освободите вашего сердца для воздействия Духа Святого, вы никогда не сможете служить Богу. Поэтому в завершении что я бы хотел, на что хотел бы обратить ваше внимание. Те, которые живут во тьме и получают удовольствие физически, они не должны забывать, что за этими удовольствиями затем идут человеческие жертвы. В нашем случае за этими греховными удовольствиями также стоит нечто ужасное. То, что дьявол приготовил для каждого из его последователей, из его слуг. Но если мы все-таки хотим обратиться к Богу, а Бог это есть свет, и нет никакого соучастия тьмы и света, нет ничего общего между этим. Что мы должны знать о свете? Вот интересно, вы знаете, что такое свет? Не в духовном плане, а чисто физическом. Как? Да. То свет. Но свет это свет. А вот тьма как раз, вы знаете, вот тьмы такого понятия как раз нет. Тьма это отсутствие света. На самом деле. Но я хочу вам сказать, я по специальности также физик, я хочу немного обратиться теперь в мои непосредственные профессии и связать вот этот физический свет с духовным светом, чтобы мы поняли, когда мы служим Богу как свету, что мы должны знать вообще об этом. Свет на самом деле это электромагнитное излучение. Можно показать, вывести слайд? Вы в школе проходили, да, физику, я надеюсь? Вы знаете, что свет состоит, это спектр, определенный спектр, вот этот спектр. Он состоит из радиоволн, состоит из инфракрасных волн, вот смотрите, видимая область, за ним идет ультрафиолетовые волны, рентгеновские и гамма-излучения. Что интересно вот в этой сфере, смотрите, очень часто мы говорим, мы много знаем о Боге, если Бог есть свет. Обратите внимание, видимая область, какую часть спектра занимает? Вы уже понимаете, да? Если мы понимаем, что Бог безграничен, вот смотрите, вот это весь спектр света, а видимая часть, ну вот смотрите, какой процент, какую маленькую долю она на самом деле занимает. И то мы можем видеть Бога постольку, поскольку Он захочет открыть нам себя. Ну давайте теперь посмотрим. Да, мы живем с вами в видимой области. Это то время, это та жизнь, которая дана нам, чтобы мы видели, чтобы мы познавали, чтобы мы постигали, чтобы мы исследовали и приходили к Богу. Но смотрите, кроме видимой части мы начинаем с чего? Радиоволны. Скажите, а где они используются? радиоволны. Передача сигнала. Вот у каждого из вас, наверное, сейчас есть телефон, я не знаю, здесь, наверное, не у всех он ловит, но все-таки благодаря вот этим радиоволнам вы можете находиться на любом участке планеты, на любом участке Земли, и вы можете связываться совершенно с другой точкой. Понимаете, да, о чем идет речь? то есть что это означает, дорогие? Вот что означает божественный свет, если взять радиоволны? Это означает, что где бы я бы не находился, у меня всегда есть связь с Богом. А какая, как осуществляется вот эта связь? Молитвой. То есть роль наших сотовых телефонов вот здесь играет молитва. поэтому если я хочу сегодня служить Богу, если я хочу служить свету, я должен знать, что где бы я бы ни был, у меня всегда есть связь с Богом. Независимо ни от чего. Иногда наши телефоны не имеют покрова. Да, и мы не можем дозвониться. Но скажите, Иона, откуда дозванивался Бог? С чрева кита. С чрева кита. То есть молитва это такая связь, которая всегда в любом месте она достигается. Следующая волна это какие? Инфракрасные волны. Что мы должны знать об этих волнах, а они где используются в основном? Приборы ночного видения. Знакомы вам? Ночью идешь в лесу, ничего не видно. Одеваешь прибор, ночь становится днем. и все видно, и все так хорошо. А вот скажите, дорогие, вот, как это все связать с нами и с Богом? Нам иногда кажется, что если мы ночью грешим, что если мы ночью что-то такое делаем, никто нас не видит, ведь темно, не видно. но мы забываем, что у Бога есть инфракрасные волны, и Он видит ночью то, что видит днем. Для Него ночь и день не имеют никакого значения. Вы вообще пробовали одеть вот этот прибор? Это очень интересно. Ничего не видно, одеваешь и вдруг, правда, не цветное изображение, но ты все видишь. Ты все видишь. Поэтому, дорогие, мы должны помнить, когда мы приходим к Богу, мы должны помнить, что Он все видит. Я ничего не могу скрыть от Него. Он все видит. Следующая часть, мы уже поговорили, это видимая область. Давайте перейдем к ультрафиолетовым волнам. А они где используются в основном? Как? Фотосинтез. Ну, чисто практически, я имею в виду, они в основном используются в медицине. Ультрафиолетовые лучи это лучи, которые убивают бактерии. То есть, инструменты медицинские, благодаря вот этим ультрафиолетовым лучам, они дезинфицируют вот это все. То есть, ультрафиолетовые лучи, они также полезны. Это витамин D, вы знаете, да? Солнечные, как раз это ультрафиолетовые лучи. Ну, в нормальной дозе. Но вот смотрите, что интересно. То есть, ультрафиолетовые лучи, божественные ультрафиолетовые лучи, для чего они предназначены? Чтобы убить те бактерии или те грехи, те привычки, которые в нас живут. Мы сами этого сделать не сможем. Но мы просим Бога, чтобы благодаря своим ультрафиолетовым волнам он убил в нас все наши греховные привычки. Но вы знаете, здесь есть один очень интересный нюанс. Что ультрафиолетовые лучи не проходят через стекло. Даже если оно прозрачное. И для меня я тоже здесь заметил очень интересный такой духовный смысл. Это же практически смысл. Очень есть люди, которые кажутся какими? Праведными. Люди кажутся святыми. То есть они поставили стекло. Какое стекло? Да, ну я слово прозрачное стекло, да? Вот прозрачное стекло и якобы ты смотришь, но все там гладко, все там чисто. Но вы знаете, что это прозрачное стекло, вот эта игра христианства, она не позволяет божественной благодати утрофиолетовым лучам пройти через вот это искусственное стекло. И поэтому лучше пусть человек уберет вот это стекло и будет таким, как он есть. И этим он позволит, чтобы Бог работал над его сердцем. Чем поставит вот это стекло прозрачное, и все видят, какой он прозрачный, какой он хороший, какой он гладкий, чистый. А на самом деле это все препятствует, чтобы Бог его очистил. Следующие лучи какие? Рентгеновские. Мне кажется, здесь нет смысла рассказывать, но когда если кто-то руку сломает, ногу сломает, или человек хочет узнать, что творится у него внутри, что он делает? Рентген. То есть рентген это способность видеть то, то, что невозможно увидеть нам. Вы знаете, это тоже очень важное качество Бога. Если мы хотим служить Богу, если мы хотим служить свету, истинному, мы должны знать, что Бог смотрит нас не на внешние наши поступки, хотя и на это обращают внимание, но внешние поступки диктуются исключительно внутренними нашими побуждениями. И Бог читает наше сердце, Бог читает наши мысли, Бог знает, что происходит у нас внутри. Я сделал какой-то жест, я сделал какой-то дар, Бог знает, какие мотивы двигали мною, когда я все это делал. Это рентген, от которого не скроешься. И если наши мотивы чистые, аминь, аминь, а если наши мотивы грязные, и если мы ходим с прозрачным стеклом, не допуская, чтобы божественная благодать нас очистила, тогда, к сожалению, будет то, что было сахавом. Тогда уже вступает в силу гамма-излучение. Что это такое? Это уже радиация, дорогие. Это уже гамма-лучи, которые поражают организм человеческий, и человек умирает. Поэтому сегодня перед нами та же самая весть. Хватит хромать на оба колена. Или Бог, или грех. Если грех, то мы знаем, к чему все это приведет. Если Бог, то мы должны учитывать, что Бог всегда с нами на связи. Бог все видит. Бог готов нас осветить, Бог готов нас очистить, Бог читает наши мысли и наше сердце. И пусть Господь нас благословит, чтобы до божественных гамма-лучей не дошло бы дело. И сказал народ Аминь. Готовы сказать? Аминь. Позже благослови. Аминь.